Друзья, всем привет! Сегодня на канале подборка полезных советов и хитростей, которые помогут в трудную минуту. Всем приятного просмотра! При сверлении металлических заготовок остается очень много стружки. Можно же, конечно, все это дело убрать щеткой, но тогда половина стружки останется внутри щетина. Здесь нам поможет обычный магнит и вот такой целлофановый пакет. Помещаем магнит вовнутрь и собираем всю стружку. Как видим, вся стружка у нас на пакетике. Теперь берем пакет вот таким образом. Магнит чистый, а весь мусор у нас в пакетике. Иногда требуется подключить станок к пылесосу, но подходящего переходника у нас нет. В данном случае нам поможет обычная пластиковая бутылка. Отрезаем донышко у бутылки. И также горлышко обрезаем. Теперь берем фен и идем к нашему станку. Устанавливаем бутылку вот таким образом. И прогреваем феном. Бутылка у нас села герметично. Теперь вставляем шланг от пылесоса и также прогреваем. Наш переходник готов. Можно попробовать его в деле. Друзья, я думаю, у многих из вас есть вот такие старые пилочки по металлу, которые обычно мы выбрасываем. Можно сделать отличную самоделку. Для этого нам понадобится пару гаек М5 и пару саморезов. Гаечку устанавливаем вот таким вот образом и прикручиваем. Часто приходится обрывать наждачную бумагу и ровно это сделать не получается. А самоделочка нам в этом поможет. Берем нашу наждачку, ставим как нам нужно и обрываем. Получается ровно. Друзья, я думаю, многие сталкивались, когда на улице темно, либо в подъезде нету света, мы не видим в дверной глазок, кто нам звонит. В данном случае поможет вот такой электронный видеодомофон. Приобрел его на Алиэкспрессе и сейчас его распакую. Я думаю, многим будет интересно. Инструкция на китайском. Ну и вот сам домофон, модуль. И дверной глазок. Шлейф и крепление. И также кабель для зарядки. Установить не составит никакого труда. Берем винт, который идет в комплекте. Их три в зависимости от толщины двери. Наживляем винт. И устанавливаем на старое место, где у нас был глазок. С обратной стороны устанавливаем пластину. Она здесь, смотреть с одной стороны, мягкая, чтобы не окорябать дверь. Продеваем наш шлейф. Все. И теперь подтягиваем. Теперь нужно подключить шлейф вот к этому разъему. Все готово. И одеваем вот на эти разъемы. Все. Наш видеодомофон готов. Чтобы посмотреть, что у нас происходит за дверью, достаточно нажать на клавишу. Все. Мы видим, что у нас находится за дверью. Также здесь можно сделать фото. Достаточно нажать на клавишу. Автоотключение монитора происходит через 15 секунд. Ну и сейчас покажу, как он работает, когда в него звонят. Также здесь есть еще и ночное видение. Сейчас попробую показать, если получится. Ссылочку на данный домофон оставлю внизу под описанием. Также в этом магазине есть огромное количество фурнитуры. Заказал под будущий проект вот такие вот ручки. Прикольно смотрятся. Ну и обычных несколько. Также есть различные у них крючки. Это хочу сделать небольшую шкатулку. И также заказал несколько лифтов для кухни, для шкафов. Как видим, все работает. Ссылочки на весь товар оставлю внизу под описанием. Для следующей самоделки нам понадобится два обрезка полипропиленовой трубы. На одной из заготовки нужно просверлить отверстие по краям. Сейчас покажу небольшой лайфхак, как сделать это по центру. Чтобы просверлить трубу ровно по центру, сделал вот такую вот призму. Также можно сделать из обычного уголка металлического. Ничего сложного нет. В данном случае взял доску и сделал два пропила на циркулярном под 45 градусов. Как ее настроить? Устанавливаем. И опускаем сверло, чтобы был в центре канавки. Устанавливаем. Все. И теперь нашу призму затягиваем. Делать я буду это при помощи струбцина. Еще раз проверяем. Сверло по центру. И можем сверлить. Отверстие получилось по центру нашей заготовки. Теперь нам понадобится шнур. Продеваем вот через эту заготовку шнур. С одной стороны и с другой. Теперь берем вторую заготовку. А здесь уже вот таким вот способом пропускаем шнур. Теперь завязываем узел. Узел можно убрать в ручку. Все. Наша самоделочка готова. Получилась у нас вот такая переноска для дров. Здесь есть два способа переноски. Можем брать либо две ручки. И таким способом переносить. Либо можем вот эту ручку вот таким вот способом провздевать. И теперь у нас как видим дрова стянуты и никуда не денутся. Друзья, ну а сейчас покажу лайфхак, как закрепить кабель на пеноблоке, когда нет под рукой подходящей оснастки. Или допустим ехать далеко, или времени нет. Сейчас покажу. Берем, сверлим отверстие. Теперь понадобятся два хомута. Берем их, согибаем. И вставляем вот таким образом. Первый. И второй. Теперь берем саморез и закручиваем. Теперь берем наш провод и крепим. Подтягиваем. И здесь тоже. Лишнюю часть убираем. Вот что у нас получилось в итоге. Друзья, иногда требуется закрепить заготовку струбциной. Но приходится это делать при помощи одной руки. И сделать, конечно, это очень тяжело. В данном случае помогут обычные канцелярские резинки. Берем их, скручиваем вот таким образом. И теперь помещаем на струбцину. Теперь работать одной рукой будет намного удобнее. Друзья, вот такая коротенькая подборочка сегодня получилась. Напишите в комментариях, какая вам идея понравилась больше, какая меньше. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч.